сегодня мы будем делать матрицу для верхней части торпеды это наша торпеда оригинал проклеиваем первым делом все отверстия чтобы не было затекания смолы или кота далее проклеиваем по всему периметру торпеды малярную ленту она полностью идет по всему периметру в том месте где мы будем делать отбортовку отбортовку мы делаем при помощи картона ламинированного картона берем картон вот такой толщины миллиметра 45 есть и проклеиваем его скотчем скотч обычный прозрачный после того как мы приклеили отбортовку а мы ее приклеили на клей я использовал момент можно использовать 88 клей и другие аналоги наносим на шов который у нас образовался пластилин скульпторный для заполнения швов то есть чтобы у нас точка прилегания была идеальной и так следующим этапом мы наносим воск в три слоя и располировал между слоями между слоями выжидать где-то порядка 15-20 минут где-то так плюс-минус последний слой снова мы располировываем и приступаем к нанесению гель-код на поверхность гель-код у нас такого вида зеленый матричный разводим 100 грамм добавляем порядка 2 2 с половиной процентов отвердителя приступаем итак при помощи кисти наносим гель-код на поверхность нашей торпеды равномерно это у нас первый слой продолжаем это закончили наносить первый слой гель-код а матричного равномерно ему распределяем есть небольшие вот такие вот не заполненные места но мы перекроем вторым слоем ждем 15-20 минут приступаем ко второму слою закончили наносить второй слой так ждем порядка 30 минут и можем приступать к нанесению первого слоя стекломата со смолой вырезаем кусок стекломата трехсотого и накладываем кувер и гель-код и начинаем пропитывать полиэфирной смолой закончили накладывать первый слой стекломата ждем в районе часа и приступаем ко второму слою нанесем второй слой стекломата переворачиваем и снимаем отбортовку первую которую мы сделали обратная сторона убираем отбортовку полностью сняли отбортовку вот у нас четкая линия получилась с этой стороны и здесь сейчас будем делать обратную отбортовку для нанесения матричного гель-коута и стекловолокна со смолой для получения вот этого сегмента так сделали мы обратную отбортовку такого она вида и наносим несколько слоев воска в нашем случае три слоя далее наносим гель-коут нанесли гель-коут в один слой далее наносим второй слой гель-коута и стекломат с полиэфирной смолой сделали обратную отбортовку и нанесли гель-коут с двумя слоями стекломата с полиэфирной смолой далее подрезка размечаем отверстие для дальнейшей сборки матрицы просверливаем отверстие разбираем матрицу и достаем оригинальную торпеду наносим гель-коут наносим гель-коут наносим гель-коут наносим гель-коут браспор Продолжение следует... 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 Достаем изделие с матрицы. Приступаем к обработке изделия. Вырезаем отверстия под динамики. Вырезаем отверстия под вентиляционные решетки. И вырезаем второе отверстие под второй динамик. Субтитры создавал DimaTorzok Изделие после обработки. Устанавливаем торпеды на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА